Виталия, начнем с того, кто вы и откуда. Откуда вы приехали, какая у вас сеть, сколько магазинов, как давно на рынке? Меня зовут Виталия Латошникова, я являюсь основателем сети магазинов Дикая Устрица в городе Таганроге. На сегодняшний день у нас шесть магазинов, это специализированная розница. Мы занимаемся продажей морепродуктов и других эксклюзивных товаров из разных стран мира, но, к сожалению, сейчас их ассортимент немного сократился. Так, давайте начнем с того, что в вашем ассортименте? То есть, условно говоря, Дикая Устрица навевает сразу мысль о том, что устрицы там должны быть. Что там еще есть? Однозначно, конечно, устрицы есть. В нашем магазине вы можете найти абсолютно все виды морепродуктов. Нет такого морепродукта, которого не будет на нашей полке. Единственная особенность, что мы всегда отбираем наиболее качественный морепродукт, поэтому Дикая Устрица это такой бренд, который гарантирует качественные продукты и, как правило, дикого происхождения. Где ищите, как ищите сырье? Мы работаем с импортерами, с рыбодобытчиками. Естественно, вся логистика организована через Москву. Если говорить про события последних месяцев, то с какими сложностями пришлось столкнуться? Как с ними справлялись? Как работали? Что еще может быть осталось нерешенным? Какие проблемы? Основная проблема, с которой столкнулась вся Россия, это, естественно, отсутствие лосося на российском рынке. Это чилийский и фарерский лосось, которые перестали поставлять. Мы, конечно же, также столкнулись с этой проблемой. В нашем ассортименте охлажденный лосось с фарерских островов занимал достаточно серьезную долю выручки. Это был топ наших продаж. И, ну, мы заменили, конечно. Да, мы сейчас работаем с Мурманском, но цена значительно выросла и, естественно, покупателя это пугает. То есть, еще раз забыла спросить, на какую аудиторию вы ориентируетесь? На обеспеченную. На обеспеченную. Ну, на любую аудиторию, в принципе. Но все равно целевая какая-то должна быть какое-то звено. Целевая аудитория, это больше, знаете, я бы не по кошельку определяла, потому что, допустим, та же бабушка, она все равно раз в год купит себе красную икру, да? Она на пенсию, допустим, там, купит себе черную икру. В наших магазинах очень много пенсионеров. Удивительно, но они к нам ходят. Наша целевая аудитория, это люди, которые ценят качество, которым важно купить настоящую красную икру, настоящую черную икру, которые хотят купить нормальную рыбу, качественную, первой шоковой заморозки, либо охлажденную. То есть, вот это люди, которые ценят качество. Это наша целевая аудитория. А средний чек? Средний чек, ну, от 800 до 1500 рублей. Не такой большой. Вы как-то помогаете своему покупателю научиться любить то, что вы продаете? Потому что такие категории, ну, скажем, если все из нас с детства, там, не знаю, пробовали вареные яйца или овсянку, то там не каждый пробовал, скажем, устрицу. Люди банально могут не знать, как с ней обращаться. Вы в этом направлении что-то делаете? Мы очень много всего делали и продолжаем делать в этом направлении. В самом начале бизнеса мы снимали очень много рецептов, мы писали очень много постов. У нас есть соцсети, мы писали посты о том, как правильно готовить, как правильно размораживать продукт. Мы обучаем свой персонал, чтобы они работали с покупателем. Мы также обучали, как правильно размораживать продукт, как готовить. То есть, фактически, И дикая устрица, она ведет покупателя от покупки до приготовления продукта. И мы всему этому обучаем. Более того, я прошла обучение на устричного сомелье. И теперь я провожу гастро-вечера, на которых я рассказываю, как правильно есть устрицу, с чем ее лучше всего сочетать и как это будет вкусно. Насколько сложно заполучать нового покупателя? То есть, понятно, что какое-то ядро у вас, видимо, сложилось уже. Каким образом вы привлекаете к себе новых покупателей? Знаете, в нашем городе очень сложно, когда мы уже работаем 6 лет, и сказать сейчас, как привлечь нового покупателя. Но это туристы могут быть. То есть, нет такого человека, который не знает нашу сеть. Мы достаточно известные, и мы просто работаем с нашей целевой аудиторией. Мы продолжаем их привлекать, продолжаем их радовать необычными вкусами морепродуктов и качественным продуктом. Поэтому они к нам возвращаются. Вот смотрите, категорию рыбы называют одной из самых сложных. Ну, сейчас понятно, что с импортом цены растет. Если говорить в целом про вот именно категорию, скажем, не учитывая вот эти последние события, то какие основные сложности работы с рыбой, с морепродуктами вы можете выделить? Ну, я бы выделила самую главную сложность, в принципе, во всей категории продукта – это сроки годности. Сроки годности и температурный режим. Я думаю, что это основная сложность, потому что нужно их соблюсти, нужно добиться этого от персонала, транспортировка и так далее. То есть, опять же, допустим, когда мы получаем продукцию с Камчатки или устрицы из Владивостока, их должны доставить в температурном режиме в аэропорт, потом… Ну, то есть, это длительные логистические цепочки. Я думаю, с этим сталкивается абсолютно вся сфера продуктов питания, и нас это также не оставило без внимания. А если говорить про планы и фокусы на ближайшее время, то что бы, может быть, хотелось реализовать или что вы планируете реализовать? Будет ли расширять сеть куда-либо? Ну, сейчас очень сложно об этом думать на фоне всех событий. Знаете, сейчас уже никто не строит таких планов дальносрочных. Ну, хорошо, не дальносрочных, скажем, на этот год, например. На сегодняшний день мы пытаемся сохранить те объемы, которые у нас есть, потому что действительно очень сильное падение продаж. Покупатель тоже первое время был испуган, начал экономить, стал выбирать продукты, перестал себя радовать так часто с какими-то деликатесами. У нас все-таки товары не повседневного спроса, и к нам люди приходили за удовольствием. А когда такая обстановка в стране, сами понимаете, настроение у всех было не очень. Вот именно поэтому мы стали проводить различные ярмарки, фестивали, чтобы вернуть желание наших гостей ко всяким гастрономическим экспериментам. А вы работаете помимо B2C канала без B2B канала? Да, мы также являемся поставщиком рыбы и морепродуктов в кафе, рестораны, города, и не только Таганрога, мы также являемся поставщиками в Ростове. А там как-то меняются запросы у бизнеса на предмет того, что им, какие позиции нужны? Экономить они пытаются сейчас или нет? Сейчас все пытаются экономить. Сейчас самая большая проблема – это дефицит. Это дефицит и высокая себестоимость импортных морепродуктов. А у нас, как оказалось, в основном гости приходят и говорят, ну мы же Россия, у нас так много всего добывается. На самом деле очень много позиций, которые мы привозили. И сейчас это очень сложно, и когда возникают какие-то перебои в поставках, для ресторанов, конечно, это сложно. А какие-то еще альтернативные рынки у нас есть, откуда мы можем взять рыбу? Или уже сейчас все варианты исчерпали, скажем, но учитывая, что это тянется уже полгода примерно, эта вся ситуация? Вы знаете, сейчас ситуация вообще стабилизируется. Я не буду озвучивать, каким образом, но уже в рынке появляются те позиции, которых не было. И я думаю, что со временем просто изменятся логистические цепочки, и рынок как-то стабилизируется. Тем более сейчас курс доллара достаточно приемлемый, и те позиции, по которым нет проблем с логистикой, они даже немножко стали дешевле. Кстати, об этом говорят не только про рыбу, но еще и про другие категории. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам.